Доброе утро, крымчане! Сегодня пятница. Сегодня тот день, которого ждала вся страна. Впереди выходные, и мы рады вас приветствовать в этот без малого праздничный день. Я с тобой полностью согласна, что сегодня без малого праздничный день, но также хочу напомнить, что компанию вам составят Салья Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24» и призваны сообщать вам только хорошие, добрые новости и, в общем-то, сделать ваше утро светлым и жизнерадостным. Ну, кстати, день только начался, а у нас уже много для вас хороших новостей, и некоторые из них я готова озвучить прямо сейчас. Мои коллеги подготовили для вас очень интересную информацию. Они собирали те новости, которые произошли на полуострове буквально в эти сутки, в эти дни. И, как мы уже не раз говорили, что наши корреспонденты имеют всевидящий глаз, который проникает в каждый уголок Крыма. В Севастополе завершились соревнования по водолазному многоборью «Глубина-2019». Военные специалисты под водой спасали людей, заделывали пробоины, переносили тяжелый груз и даже работали с электричеством. Один из самых сложных армейских конкурсов для водолазов – комплекс привычных задач. За подводными состязаниями наблюдала наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. За звание лучших водолазов в МФ России поборолись команды Черноморского, Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Их задача – пройти 8 испытаний, на каждые отводятся считанные минуты. В этом конкурсе нужно спасти водолаза. Ему стало плохо, и он всплыл на поверхность. Сейчас его доставляют к трапу, чтобы оказать первую медицинскую помощь, а после поместят в мобильную барокамеру. Это специальный сосуд, в котором регулируется давление, чтобы водолаз находился в привычной для него среде. Резкий перепад может привести к остановке кровообращения. Действовать нужно слаженно и быстро. В капсуле пострадавшего доставляют к врачу. Две минуты – и водолаз спасен. Тем временем другая команда должна помочь экипажу подводной лодки. Там не хватает кислорода. Задача спасателя – под водой раскрыть специальные клапаны, донести 70-килограммовый пенал и пустить из него в воздух в отсеке условной подводки. Водолаза Андрея Петрову, который 10 лет служит на Северном флоте, на суше помогала команда. Сослуживцы отслеживали и контролировали действия специалиста. Во время погружения, да, я нахожусь по связи, то есть я общаюсь с командиром спуска. Он мне дает какие-то указания. Вот, соответственно, если мне станет плохо, да, я также ему рацию говорю о самочувствии. Во время подводных испытаний специалисты также сваривают трубы, работают в замкнутом пространстве, пилят доски, открывают заблокированные двери. Успех зависит от слаженности команды. Подгонка, снаряжение, подготовка, работа станции наверху очень многое. Очень многое зависит от этого. Как будут выбирать, как будут подавать воздух, как тебя оденут, проверят подгонку всех элементов. При выполнении задач необходима не только физическая и моральная подготовка, но и знания физики, химии. К работе под водой допускают разносторонне образованных специалистов. Конкурсы для наших водолазов несложные, потому что все они нацелены на ту обычную работу, которую они делают в течение всего своего цикла подготовки и работы на флоте. Здесь мы исключительно в течение месяца их направили в плане работы на тренажерах. Конкурс проходил на протяжении двух недель. Победители представят нашу страну на международном уровне. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Исламская жемчужина полуострова на открытие соборной мечети в Симферополе Владимир Путин пригласил президента Турции. Об этом он сказал муфтию мусульман Крыма во время встречи с крымской общественностью. Пресс турецкого лидера призван стать еще одним шагом к прорыву политической блокады республики. Тем путем, которым должны пройти высокие гости на открытии культового сооружения, шаг за шагом прошла наш корреспондент Лиля Вичат. Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом. И, насколько я понимаю, очень положительный отнесся к этому приглашению. Владимир Путин в деталях знает о строительстве крымской соборной мечети. Культовое сооружение мусульмане Крыма ждали более полувека. Приглашение на открытие уже принял президент Турции Ридже Прадаган. Что будет открываться перед глазами всех сюда входящих? Ну, действительно, это является главным входом, это главное крыльцо, откуда все гости, приехавшие на открытие, попадут в центральный двор. Теперь в соборной мечети президентская атмосфера. Готовят площадку для приема глав двух государств. С этого двора виден прекрасный вид на саму мечеть. Прекрасные высокие белые минареты, кровля свинцовая, алемы красивые. Соответственно, отсюда центральный вход в здание мечети. Центральный двор – лицо мечети. Первое, что увидят президенты – шадерван, конструкцию для омовения в виде фонтана. В самой мечети мы увидим прекрасную картину внутреннего убранства мечети, состоящую из мраморных стен, красивого шерстяного покрытия. Это будет роспись, молитвенная роспись, это будет мехраб, мимбар. То есть вся самая красивая часть мечети будет сосредоточена во внутреннем зале. Идет благоустройство территории соборной мечети. На стройке работают около ста человек. Мы как рабочие узнали, что на открытии мечети приедет несколько президентов. Мы постараемся, чтобы все сделать красивее. Вот где мы находимся, они будут здесь ходить, смотреть. Сейчас устанавливают мраморные алемы. Все готово к внутренней отделке. Основным символом станет желтый тюльпан. Арабской вязью в виде цветов воплотится на стенах имя Всевышнего из Суры, из Курана. Воссоздать образ 17 века – ювелирная работа. Чтобы возвести уникальное, самое высокое, самое большое культовое сооружение в Крыму, архитекторы соединяют несколько эпох. Внутренняя отделка, которой рабочие вот-вот приступят, она будет создана в крымско-татарском стиле. Уникальные зеленые, красные, бирюзовые, синие орнаменты окунут в неповторимый исторический стиль. Соборная мечеть занимает территорию в три гектара. Весь комплекс включает три здания. В культовом сооружении смогут собираться одновременно несколько тысяч верующих. Лилия Веджат, Ситмимед Кукчиев, Новости 24. Такой была информация этого выпуска. Но что меня больше поражает, что наши корреспонденты знают абсолютно все. И даже сейчас, на стадии строительства мечети, они уже знают, как она будет выглядеть. Действительно, это будет украшением города. У нас в городе много и старинных храмов. Этот храм, конечно, едва ли можно называть старинным, но то, что он станет жемчужиной нашей столицы Южной, это факт. Ну что ж, у меня тоже есть хорошая новость. Прямо сейчас наши коллеги из радиоинной редакции с нами на связи. Доброе вам утро нового дня, коллеги. Мы прерываемся. У нас радиомост, не радиомост, телемост. Доброе утро. Доброе утро. Что вы сегодня обсуждаете, если не секрет? Мы видим, что у вас уже гости есть. Сегодня у нас по Крыму проводится день бесплатной правовой помощи. Вот его и обсуждаем. Что людей интересует? Вы еще не хотите обратиться за бесплатной правовой помощью? Да, сегодня с 9 до 18 по всему Крыму можно будет получить бесплатную юридическую консультацию. Расскажите, куда надо идти за консультацией? Ну, список длинный, я могу сказать, куда в Симферополе. В Симферополе это набережная 60 лет СССР, 28, второй этаж. Насколько я понимаю, это наше министерство юстиции. Да, это министерство юстиции. И Симферопольский район Карла Липнихта 2. Она же Долгоруковская. Это полезная информация, я думаю, что... Но мы обязательно огласим весь список, потому что, я думаю, нас не только Симферополь слушает. Весь список в эфире Радио Крым. Ну, а мы сегодня обсуждаем тему, по крайней мере, в первом части, тему повышения стоимости проезда в общественном транспорте. И у нас сегодня будет соответствующий гость, который объяснит, почему так происходит и чего теперь ждать Симферопольца. Ну, а также мы будем говорить о молодых лидерах России. Такие у нас тоже есть, о том, какие у них планы на будущее и какие у них есть перспективы. Ну, я смотрю, у вас тоже интересный эфир сегодня. Мы стараемся каждый раз не уступать вам. Спасибо, друзья, мы желаем вам хорошего эфира и также, конечно же, хорошего дня. Спасибо, и вам тоже. Ну, а мы продолжаем наш эфир, собственно. Я думаю, что тема, которую мы затронем следующей, будет весьма актуальна, потому что мы поговорим о погоде. Чего ждать от настроения и атмосферы сегодня в следующем сюжете. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Комфортные для тела температуры, но это будет недолго, потому что уже с сегодняшнего дня к нам приближается очередной атлантический циклон, и, конечно же, он принесет похолодание, но, к счастью, ненадолго всего на два дня. Но в эти два дня нам предстоит пережить и обильные осадки в виде дождей, а также снега и сильного ветра, поэтому будьте бдительны, теплее одевайтесь, когда будете выходить на улицу. Ну, а после этого, как говорят синоптики, 25 марта, да, станет уже теплеть. И как жаль, что все эти непогоды придутся именно на выходные. Ну, ничего страшного, весна в Крыму такая капризная. Но мне есть интересная новость. Дело все в том, что Министерство природы Крыма направит на охрану наших благословенных крымских лесов солидную сумму денег – 137 миллионов рублей. И на 37 миллионов будет приобретена специальная техника, которая позволит в случае каких-то неприятных ситуаций быстро ликвидировать очаг возгорания. И наши леса будут под полной защитой, в полном контроле. Ну, кстати, вчера у нас был заместитель министра экологии и природных ресурсов Сергей Компанейцев. И он говорил о том, как сильно страдают наши леса. И поэтому планируется воссоздать также на эту сумму, на эти деньги, около 220 гектаров леса. То есть Крым снова будет очень зеленым. Ну, он и так зеленый, что лукавит, это наша гордость. И, конечно же, крымские пейзажи, пейзажи наших лесов – это отрада для глаз тех, кто сюда приезжает. И зрение – это тот дар, который дан нам свыше и который нужно беречь. И как раз о том, как это делать, следующий наш сюжет. С развитием технологий мы все больше зависим от гаджетов интернета. Конечно, во многом это упрощает жизнь. Но часы перед телевизором, экраном телефона и монитором пагубно влияют на здоровье. За последнее 20-летие число россиян с плохим зрением возросло в два раза. В течение 6-8 часов мне приходится работать за компьютером. И для того, чтобы снять усталость, дискомфорт, я занимаюсь обычной простой зарядкой для глаз. А сколько в день вы в соцсетях или за компьютером проводите? Ну, часа 4. А вот за зрением, может быть, как-то следите? Нет. У меня есть программа в телефоне, в которой можно увидеть, сколько ты находишься, где в соцсетях или еще чего-то там. То у меня здесь всего лишь выходит часа 3, максимум, не больше. Нет, очками вообще не пользуюсь. Зрение плохое, но не пользуюсь. Избыточное ультрафиолетовое излучение от компьютера – миф. А вот вред синего спектра – правда. Попадая на сетчатку, он подавляет другие оттенки, что снижает зрительные способности. Если контакта с техникой избежать мы не в силах, то можем постараться уменьшить нагрузку на глаза. В эти очки установлена линза-антистресс, обладающая фильтром Blue Blocker. Они справляются с избыточной яркостью, бликами и мерцанием. Картинка становится более контрастной. В принципе, их можно использовать и как имиджевые, тогда они защитят вас еще и от ультрафиолета. А право вы можете выбрать самостоятельно, в любой оптике. И специалисты помогут вставить нужные линзы. Средняя цена – от полутора до трех тысяч рублей. Как и молодежь, так и работники офисов, пожилые люди, кто много проводит времени за компьютером. Это их выбор. Есть готовое решение по таким очкам. Готовое решение – это всегда бюджетней. Но такие же очки можно изготовить в любом салоне оптики под заказ. Для тех, у кого есть проблемы, нужны корректирующие очки. Эти предназначены для людей с хорошим зрением. Их цель – защита от негативного воздействия. Самостоятельно подбирать очки или контактные линзы категорически запрещено. Нужно прийти к врачу-офтальмологу. Тут вам проведут полную диагностику и скажут, что для вас предпочтительнее. Современная медицина прогрессирует с каждым днем. Практически любое заболевание можно распознать и вылечить на начальной стадии. Главное – вовремя обратиться. В арсенале у крымских врачей новые методы лечения и дорогостоящее оборудование. Проводится огромное количество исследований, которые в каждом случае дополняют информацию о данной патологии индивидуально у каждого пациента. И благодаря таким методам лечения, конечно, мы получаем высокое качество, хорошие результаты. Приборов, способных улучшить качество зрения, десятки, а то и сотни. Но беречь здоровье глаз нужно с детства. По возможности старайтесь проводить меньше времени перед экраном. Отдыхайте, делайте гимнастику. Еще есть такие методы, как немножечко уменьшить освещенность экрана компьютера. Надо компьютер выдерживать на четком расстоянии, где-то сантиметров 35-40 от глаз, для того, чтобы это не было нагрузочно, сидеть ровно, свободно и не сутулясь. Это тоже очень важные факторы. Не забывайте и о профилактике. Пища, богатая цинком, селеном и жирными кислотами, обеспечит вам здоровье на долгие годы. Добавьте в свой рацион морепродукты, рыбу, больше овощей и фруктов, салаты со свежей зеленью. Татьяна Балыкина, Олег Бойко. Утро нового дня. Расскажет о проблемах со зрением. Глаукома – это одно из самых страшных заболеваний. И если, например, некоторые заболевания обратимы, последствия их, то глаукома, к сожалению, если начала прогрессировать и нервные клетки зрительного нерва погибли, то здесь уже ничего не попишешь, как говорится. Поэтому это заболевание нужно предостерегать, нужно заранее выявлять. И, пожалуйста, если вы заботитесь о своем здоровье, а вы должны это делать, то есть в воскресенье в 10 часов утра программа «Доктор Левин» для вас. Саша, ну, спасибо тебе большое, конечно, но ты совершенно не успокоил, если честно, глаукомой. Я предостерег, потому что, повторюсь, самое главное – это превенция заболевания. Заболевание легче, как уже было сказано в сюжете, легче предупредить, чем остановить. Но я все-таки предлагаю отвлечься и перейти на другую тему, хотя тоже не менее важную. Она касается Ялты и кинотеатра «Спутник». В общем, там территория, которую так и не могут… Кинотеатр «Сатурн», прошу прощения, территория, которую так и не могут поделить вокруг этого кинотеатра и хотели пристраивать, а сейчас, знаю, какие-то есть новости. Да, действительно, хорошая новость есть. Дело все в том, что, наконец-то, спор между частником и, собственно, государством, администрацией города решен в пользу администрации. Дело все в том, что в 2000-х годах совершенно незаконно территория площади, общественное, по сути, пространство было передано частному лицу по каким-то совершенно неясным основаниям. И вот буквально недавно, в 2017 году, этот собственник решил расстраиваться прямо на собственности города. Конечно, это вызвало возмущение общественности. И, в общем-то, слава богу, наконец-то удалось побороть эту несправедливость. И как только все окончательно суды будут завершены, они уже, в общем-то, подходят к концу, площадь будет реконструирована и озеленена. Дело все в том, что уже даже разработан концепт полностью переоборудования этого пространства. Там будут фонтаны, там будет очень красиво и зелено. Это снова станет одним из украшений нашей южной столицы, курортной столицы. Ну, мне кажется, как правило, обычно такие события, в частности, от воевания участников общественных территорий, это, конечно же, входят в историю города. Из этого слагаются уже потом легенды, из которых и состоит наша история. Поэтому следующая рубрика хронограф, она тоже об истории и легендарных людях, которые родились в этот день или которые что-то создали. 22 марта 1312 года по настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого, папа римский Климент V распустил католическо-духовный рыцарский орден тамплиеров, известных также как храмовники. Собственность ордена во всей Европе перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством. 22 марта 1613 года группа Пуритан отправляется из Англии в Америку, где они начнут строить Бостон. Английские протестанты, не признавшие авторитет церкви, последователи кальвинизма. Название происходит от английского слова pure – чистый. 22 марта 1633 года Галилей коленопреклонно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Жордана Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменил Галилею в заключение в тюрьме Инквизиции изгнанием, и тот смог вернуться на виллу Медичи. Там он должен был прожить в строжайшем уединении. 22 марта 1772 года рабство объявляется в Англии вне закона. Таким образом, Британия отменила рабство фактически на 100 лет раньше США. По одной из версий, именно попытка отмены рабского труда на территории североамериканских колоний и послужила одной из причин революции 1775 года. 22 марта 1841 года в США патентуется производство крахмала. В пищевой промышленности полисахарид используется для получения глюкозы, патоки, этанола, в текстильной – для обработки тканей, а в бумажной – в качестве наполнителя. Кроме того, крахмал уходит в состав большинства колбас, майонеза, кетчупа и других продуктов. 22 марта 1848 года Венеция объявляет о своей независимости. Со времен Средневековья до Нового времени Венеция была одним из крупнейших городов Европы. Так, в XV веке с населением 180 тысяч жителей она уступала только Парижу. С основания города в Венеции никогда не было вассальных отношений между гражданами республики. В этом смысле она была уникальным в Средневековой Европе государственным образованием. 22 марта 1907 года в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками. Собственно, тогда и родилось название самого вида этого транспорта по названию счетчика – таксометр. От французского слова «такс» и греческого «метрон», означающих, соответственно, плата и измерение. Показывающие пройденное расстояние счетчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку. Ну что же, после такой интересной информации я предлагаю коснуться не менее интересной темы и поговорить о ценах на топливо. Ведь это волнует абсолютно каждого, кто владеет автомобилем. Да и не только автомобилем. Мы, как сегодня анонсировали, коснемся темы подорожания транспорта. Так вот, в частности, он дорожает из-за стоимости топлива. Один литр газа сегодня равняется 27 рублям 99 копейкам, дизельного топлива – 50 рублей и 90 копеек, 92-го бензина – 47 рублей 28 копеек, 95-го – 49 рублей 88 копеек и 98-го – традиционно самого дорогого и традиционно наиболее стабильного в стоимости – 56 рублей 59 копеек. Ну что же, от цен на углеводороды, топливо, я предлагаю перейти к ценам на валюты, потому что, как вы знаете, эти понятия взаимосвязаны. Итак, сегодня доллар равняется 64 рублям 28 копейкам, евро – 72 рублям и 90 копейкам. И обе валюты традиционно уже на последние две недели происходит именно так. Подешевели за последние сутки ненамного, но все равно это 2-3 копейки, все, как известно, копейка бережет рубль. И, по-моему, это тоже хорошая утренняя новость, которая позволяет вам немножко сэкономить. Храните свои доллары в стеклянных банках. Евро – в деревянных, а рубри, наверное, в картонных коробках. Или под подушкой. Или под подушкой. Саш, знаешь, очень обидно, когда бывает, ты экономишь или покупаешь бензин, дорогой, да, признаем это, а потом все-таки он расходуется особенно в пробках, намного больше, чем когда ты едешь. И, конечно же, такая ситуация была на объездной дороге Симферополя, на поворот в село Строгановка. Там из-за светофора было постоянное скопление машин, была огромная пробка. И вот сейчас удалось отрегулировать светофор. Это оказалось очень важно. Время ожидания сократили, и теперь там пробок нет. И это очень важно еще по одной причине, потому что если вдруг вы собираетесь в кино или в театр попасть, то пробка, конечно же, вас может задержать, и вы опоздаете на сеанс, что, не дай бог, недопустимо, конечно, особенно в театре. И следующая рубрика, которая называется «Афиша», расскажет вам сегодня о том, что же происходит на театральных подмостках Крыма. Об этом прямо сейчас. Сегодня в Русском драматическом театре имени Горького премьера «Рок-н-ролл на закате». Герои спектакля, уже не молодые люди, знакомятся в танцевальной студии. Кажется, что они совершенно не могут найти общий язык. Но, тем не менее, надеются еще тряхнуть стариной и станцевать вместе «Рок-н-ролл». Начало в 19.00. В этот день в Севастопольском театре имени Луначарского смотрите пьесу «Фабричная девочка». Главная героиня Женя переживает первую, но горькую любовь. Все события разворачиваются в общежитии в 50-е годы. Несмотря на это, история не теряет актуальности. Музыка и песни напомнят и вам о первой любви. Начало в 18.30. В кинотеатрах в этот день смотрите фильм «Рожденный стать королем». По сюжету обыкновенный школьник Алекс находит легендарный меч короля Артура. Теперь обладателю Эскалибура предстоит победить ведьму Моргану. На помощь мальчику придут волшебник Мерлин и его друзья. Киносеансы вы можете выбрать сами. Мультфильм «Гурвинок. Волшебная игра» особенно порадует маленьких зрителей. В центре истории жизнерадостный 10-летний мальчик. Ему никак не удается пройти последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Между попытками он активирует волшебный диск, который оживляет старые игрушки и злого кукловода. Сеансы пройдут в утренние часы. Саша, ты знаешь, стало известно, кто самый трудолюбивый, какой город самый трудолюбивый. Я думал, ты скажешь, что это я. Нет, это целый город. И этот город находится недалеко от нас. Это Севастополь. Там в неделю работают аж 39 часов. И тем самым они установили рекорд по всей России, потому что средняя продолжительность 37 часов. Вот так. Ну что же, конкуренцию Севастополю составили другие города и области. В частности, Калмыкия, Воронежская область, Еврейская автономная область. Там работают тоже много, но все-таки меньше, чем в нашем Севастополе. Но зато также стало известно, где, наоборот, меньше всего трудятся. Это в республике Алтай и Карелии. Там всего на работу уходит 32 часа в неделю. Я думаю, что это связано все-таки с климатом. Как ты думаешь? Почему? Потому что климат располагает больше работать и трудиться? Ну, конечно. Когда ты видишь прекрасное южное солнце, кипарисы, то, конечно, воодушевляешься и творишь, 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 творишь во благо нашей великой Родины. Ну, я с тобой не соглашусь, потому что, мне кажется, наоборот, когда хорошая погода, она расслабляет, она располагает к тому, чтобы пойти, наоборот, гулять, чем работать. Но вообще, ты понимаешь, что севастопольцы хорошо знают цену, наверное, времени. Да, и для них, наверняка, поговорка «время – деньги» имеет какой-то сакраментальный смысл. И они строго следят, чтобы ни одна секунда, ни одна минута не пропала зря. О том, как правильно следить за секундами и минутами, из которых слагается вся наша жизнь, наш следующий сюжет. Почти 46 лет назад Семен Наумович Лурье начал работать на заводе учеником часового мастера. Не раз был в Швейцарии, родине самых точных часов, на курсах повышения квалификации. Любые часы, будем говорить, что механические, что кварцы периодически надо обслуживать. Значит, обслуживание где-то от двух до пяти лет в этом промежутке. Потому что все равно происходит высыхание масла, вырабатываются оси колес и так далее. Эта машина служит для так называемой промывки часов. Раньше это делали в бензине, теперь в дистиллированной воде. А это механизм для автоподзавода. Мастер предупреждает, ни в коем случае не разбирайте часы в домашних условиях. Вы все равно не сможете герметично собрать механизм. Это прибор для проверки кварцевых часов. Здесь показывает три параметра. Ток потребления механизма, можно проверить элемент питания и замер сопротивления катушки. Данный прибор, он для проверки механических часов. Проверяет точность хода, амплитуду часов показывает, точность хода и погрешность самого маятника, баланса. Есть здесь и мойка для корпусов и полировочная машина. Очень красивые часы. А скажите, какие сейчас пользуются спросом вообще у населения? Сейчас модные часы спортивного стиля, а также серия спорт-классика, газуальный формат. Аксессуар или нет, за каждой моделью нужен уход. Поражает, сколько всего необходимо для поддержания хода наручных часов. Но куда сложнее обслуживать большие механизмы на городских зданиях. В Симферополе несколько больших часов. Например, вот эти находятся на крыше одного из торговых центров города и имеют электронный механизм. А вот эти часы на Симферопольском вокзале стали символом крымской весны. Первые в мире настенные часы появились в начале 15 века и имели только часовую стрелку. Минутная появилась уже в 17-м, а первой обладательницей наручных стала венгерская графиня в 1868 году. Сегодня прилавки магазинов заполнены различными моделями на любой вкус. У мужчин они подчеркивают социальный статус, а женщинам служат украшения. Правда, носят их не все. Наручные часы не носят, на телефоне все есть. Поэтому намного удобнее. А в основном в машине. Вообще, я не ношу часы, это неудобно. Я ношу часы наручные, электронные. Мы уже приобрели? Да, приобрели, укорачиваем ремешок. Это был подарок. Делить сутки на 24 равной части придумали еще в Вавилоне и Египте. В наше время заветные цифры, часы, минуты и секунды, демонстрируют любой настольный компьютер, ноутбук или нетбук. А часы нередко носят просто, чтобы подчеркнуть свой стиль. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Ну что ж, живоутверждающий сюжет. Вот я согласна с тем, что, с поговоркой, что без часов как без рук. У нас, например, в студии аж три хронографа. И это очень удобно. Это очень важно. И очень хорошо, что часы не требуют бензина, как ты думаешь? Это точно. Но у нас сейчас другая тема. Как известно, с апреля повысятся цены за проезд в общественном транспорте. Чем обусловлено повышение тарифов, нам сегодня расскажет заместитель главы администрации Симферополя Павел Александрович Кузнецов. Доброе утро. Доброе утро. Но действительно, с первого апреля уже надо ожидать других тарифов. Не только в Симферополе, но и в разных городах. Да, действительно, Государственный комитет по ценам и тарифам утвердил, уже подписал приказ, который, в соответствии с которым, с первого апреля у нас повышается тариф на перевозку в общественном транспорте, в автобусах, до 17 рублей. Скажите, а вы пользуетесь общественным транспортом? Ну, признаться честно, не часто, но пользуюсь. Ну, бывает. Бывает, да. Скажите, а чем обусловлено повышение цены? В первую очередь, вы уже проговорили, ознакомили наших зрителей с ценами на бензин, дизель и так далее. То есть, конечно, один из факторов, в первую очередь, это повышение цен на горюче-смазочные материалы. Это достаточно много экономических показателей, которые уже... Павел Александрович, ну это получается и по всей России, что ли, увеличиваются тарифы, или только в Крыму? Ну, по всей России они уже давным-давно увеличены, я вам так скажу, а в Крыму уже, ну, конечно, назрел этот вопрос, пора уже... Но там все-таки обосновано, согласитесь. Там, во-первых, и сервис услуг намного выше, транспорт чистый, удобный, регулярно ходят. А во-вторых, ну и сами маршрутки, они, наверное, более приспособлены, чем у нас. Ну, позволю с вами не совсем согласиться, допустим, вот в нашем МУПе, город Автотранс, да, вот достаточно много на сегодняшний день уже единиц техники, которая комфортная, достаточно чистая, и 80 единиц на сегодняшний день, которые полностью соответствуют всем стандартам качественных перевозок. Да, ведь не станем действительно так, потому что есть некоторые автобусы, в которые просто приятно зайти, они удобные, они комфортные, они чистые, современным дизайном, я даже сказал. Поэтому тут изменений сложно не заметить. Скажите, а грядует ли какие-то дополнительные изменения? Может быть, все-таки со временем исчезнут в ближайшем времени вот эти старые желтые богданы? Ну, безусловно, изменения грядут, и вот 13-го числа, 13-го марта глава республики в ходе выездного заседания совмена поставил достаточно жесткие и четкие требования по улучшению качества автомобильных перевозок общественным транспортом. Поэтому, безусловно, изменения грядут, и грядут достаточно глобальные. Ну, расскажите еще о ситуации с перевозчиками, я имею в виду с частными перевозчиками, которые тоже выпускают свои автобусы на маршрут, и из-за этого возникают какие-то проблемы. Ну, проблемы, безусловно, они есть на сегодняшний день, не буду с этим нисколько спорить. Проблемы в чем заключаются? Могли бы вы назвать хотя бы вот несколько таких пунктов, которые наиболее остро звучат? Ну, ради примера, вот я сейчас к вам ехал на передачу и увидел такую картину, когда буквально шесть автобусов на одной остановке скопились, а сзади еще их подпирает троллейбус. Вот этого хаоса, вот этого коллапса транспортной системы мы стараемся избежать, и сейчас работаем над оптимизацией маршрутной сети, подогнать уже реальное расписание, и буквально вчера более трех часов мы проводили совещание с руководством перевозчика и с предприятием Крым-Глонас, которое нам в этом деле помогает. Но речь не идет о сокращении общественного транспорта? Нет, речь не идет о сокращении, я бы сказал, что речь идет о оптимизации. То есть каждый маршрут должен быть синхронизирован с другим маршрутом. То есть не должно быть такого, что на одной остановке скапливается, вот как сегодня я увидел в 7 утра, шесть автобусов и один троллейбус. Они должны ходить четко по расписанию. Человек должен выйти на остановку, он должен знать, что в 7.01 приедет именно этот автобус или этот троллейбус. Скажите, а вот вы упомянули такое красивое слово «Глонас». Насколько я знаю, это система, которая, собственно, позволяет отслеживать нахождение данного транспорта, где он, когда он прибудет. И остановки будут ли оснащены такими красивыми таблицами, которые покажут, через сколько ожидать свой разимый автобус? Да, безусловно, это будут действительно красивые таблицы, как вы выразились. На сегодняшний день уже большинство транспорта оснащено этой системой «Глонас». Федеральный законодатель нас уже обязывает с 1 июля этого года поставить не только систему «Глонас», но и систему тахографов, систему кассового расчета, которая подключена к Федеральной налоговой службе уже онлайн. Поэтому, да, мы над этим работаем. Кассового расчета в Москве это очень удобно работает, там не надо взаимодействовать с водителем для того, чтобы расплатиться. Достаточно вот подойти внутри к этому счетчику, приложить карточку. Валидатор, так называемый, да. У нас они есть, но почему-то они вот все у водителя, это совершенно неудобно, мне кажется. Ну да, действительно, это доставляет некий дискомфорт, но, тем не менее, по законам мы, конечно, обязаны иметь два в автомобиле. Ну и на сегодняшний день пока что, как бы в качестве эксперимента мы установили такие валидаторы на предприятии «Кромтроллейбус» в троллейбусах и в наших муповских автобусах, которые, да, действительно можно подойти, расплатиться карточкой без проблем. Ну а когда закончится эксперимент? Когда уже валидаторы появятся в каждом общественном транспорте? Ну я же вам сказал, что вот с 1 июля этого года уже федеральное законодательство обязывает нас установку всех этих систем. Скажите, а вот в Москве, в частности, как я бываю, очень удобно, там есть такая система «Карта-тройка» называется. То есть это все карточки, в которые можно расплатиться абсолютно в любом транспорте. Не существует пока таких проектов у нас? Проекты существуют, они технически достаточно сложные. Сейчас вот как раз этот вопрос прорабатывается, но я думаю, что безусловно к этому придем. Ну а разве у нас не было пилотного проекта? Уже не внедряли такие карточки? Пилотный проект был, да, действительно. И что, он провалился? Он не провалился, он просто требует как некой технической доработки. Но он абсолютно не провальный. И доработка грядет в ближайшем будущем? Абсолютно верно. То есть я так понимаю, что совсем скоро крымчане будут себя чувствовать так же комфортно, как и на материке? Ну я очень на это рассчитываю, тем более, что задачи такие стоят, и задачи достаточно жесткие, и сроки достаточно определенные. Поэтому работаем в этом направлении и будем продолжать. Ну что ж, мы желаем, чтобы все ваши начинания совершились как можно удачнее. Спасибо. И наиболее, меньшей кровью, скажем, потому что мы тоже понимаем, насколько тяжело проводить реформы. Это всегда стоит очень многих нервов и сил. Удачи вам в этом. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня был в гостях Павел Александрович Кузнецов, заместитель главы администрации города Симферополь. В Крыму происходит много событий, много реформ и изменений. Многие из них оказываются в интернете. И следующая рубрика «Крым онлайн» рассказывает о том, о чем же говорят крымчане, собственно, в сети. Давайте сейчас посмотрим об этом. В социальных сетях бурно обсуждают это видео. Пользователи обратили внимание на оборудование, с помощью которого ремонтируют дороги в Севастополе. Лопата не простая, а высокотехнологичная, шутят в интернете. Не знаем, насколько такой способ эффективен, но надеемся, что впоследствии яму утрамбовали катком. Это кадры погони в Симферополе. Патрульная машина четыре часа преследовала лихача. Остановить его помог в случае, а вернее рынок привоз. Там новоявленный шумахер попал в тупик. Гонщик, конечно, ПДД не соблюдал и несколько раз проехал на красный цвет светофора. Оказалось, что у водителя даже не было прав. Остается загадкой, как старые «Жигули» смогли так долго продержаться. И снова авария. На этот раз дорогу в районе поселков Мирная Дубкини поделили грузовик и легковушка. Водитель легкового автомобиля решил пойти на обгон, а в итоге оказался в слепой зоне грузовика. Следующий маневр вынес машину на встречную полосу. Экспертное мнение пользователей соцсетей пришло к выводу, что всем крупно повезло. Здесь, к счастью, без ДТП. Хотя с такими дорогами развить скорость и попасть в аварию просто невозможно. В этом, видимо, лично решил убедиться автор этого видеоролика. Самые безопасные дороги находятся в старом городе Симферополя. И еще одна авария попала на видео. Из-за столкновения легковушка влетает в припаркованную у бордюра машину, а затем по инерции в стол. По поводу того, кто же виноват в ДТП, мнения в сети разделились. Ну, а сейчас мы перейдем к другой теме, и она касается друзей наших четверолапых. Да, действительно, и прежде чем сказать что-то хорошее, я бы хотел напомнить о том происшествии, которое случилось в центре Симферополя на Медне, про убиенную кошку, задавленную. Так вот, общественники решили поставить в центре нашего славного города памятник всем погибшим животным от рук человека. Имеется в виду домашним, разумеется. Пока за чей счет этот памятник будет поставлен, не ясно. И когда это произойдет, тоже не ясно. Ну, по крайней мере, такой проект есть. Ну, ты знаешь, погибают, конечно же, животные периодически. Да, это происходит. Ну, на дорогах погибают большое количество. Так что, может быть, памятник этот будет к месту. Ну, в общем, давай задержимся от комментариев. Жизнь покажет. А у меня есть другая новость по поводу того, что перечень потенциально опасных пород собак сократился с 69 до 13. И то этот перечень будут рассматривать, и, возможно, и другие собаки потом будут оправданы. Дело в том, что многие считают, ну, как многие представители власти или, ну, те, кто не касается вообще животных, они считают, что есть такой ген агрессивности, которыми некоторые породы обладают. Ну, а общественники протестуют, говорят, что нету такого гена. Все зависит от хозяина и от его подхода к воспитанию животного. Это абсолютно верно, потому что, например, говоря о себе, у меня дома живет большой-большой алабай. Но более ласкового теленка я бы, наверное, в своей жизни и не представил. Поэтому животные отвечают любовью на любовь. И это абсолютно верно. И вот следующий наш, скажем так, кандидат на рассказ, собака, которая ищет хозяина, как раз ищет любви и понимания. Быть может, кто-то из вас, дорогие друзья, подарит этому существу любовь и заботу. Следующий сюжет об этом. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Как приятно слышать голос нашего коллеги, нашей Татьяны Шаманаевой, которая так искренне, так проникновенно читает о своих питомцах, о прекрасных собаках. Она не только читает, она и всей душой переживает за этих питомцев, о питомцах, о которых мы рассказываем в нашей рубрике постоянной. И, кстати, стало известно, что три собаки нам удалось пристроить. Они нашли свой дом и нашли любящих хозяев. Это маленькая, но победа. Ну, я предлагаю вернуться все-таки к реалиям настоящего дня. И прямо сейчас наш мобильный корреспондент Ксения Шарпановская находится на улицах Симферополя и готова рассказать о положении дел в центре города. Ксения, доброе утро. Секундочку, что-то у нас налаживается связь с интернетом. Ну, зато видно, что погода, по крайней мере, хорошая. Ну, я вижу, что Ксения утеплилась. Это говорит о том, что все-таки там холодно, и мы действительно правы в том плане, что Атлантический циклон к нам приближается. И поэтому, конечно же, сегодня и завтра нужно доставать теплые вещи из своих шкафов. Ну, зато видно, что небо затянуто тучами, но при этом достаточно светло все равно. Хотя холодно. Ведь, может, именно эта холодность и оборвала пути связи с интернетом? Ну, может быть. Конечно же, это интернет, это не зависит от человека. Поэтому будем пытаться связаться с Ксенией чуть позже. А сейчас мне бы хотелось рассказать о том, что набережные... А вот мне сейчас в ухо сказали, что все-таки интернет вновь налажен. Давайте посмотрим. Ну, отлично. Ксения, здравствуйте. Очень хотим вас услышать. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Симферополь! Доброе утро, крымчане! Сегодня пятница долгожданная. Впереди выходные 22 марта сегодня. Что хочется сказать о погоде? В принципе, прохладно, но плюс 2 градуса. Ветра практически нет за счет этого. И ощущение, что сегодня относительно тепло, чем обычно, когда плюс 2. Более того, сегодня температура воздуха прогреется до плюс 10. То есть к обеду будет уже плюс 7, а к 15.00 ожидается 10 градусов тепла. Хочется подвести итоги этой недели. Буквально в этот понедельник на площади Ленина, где я сейчас и нахожусь, состоялся грандиозный концерт, посвященный пятилетию крымской весны. Приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин. И практически сколько? Около 30 тысяч человек собрались в самом сердце крымской столицы. Что ж, друзья, я вас поздравляю. Ура! Пять лет в родной гавани. И на этой позитивной ноте мне хочется передать слово коллегам в студии. Спасибо, Ксения. Зарядила бодростью, улыбкой, бодрым настроением стрим, который действительно заставляет радоваться жизни. Спасибо, Ксения, за такой позитивный заряд. Ну вот Ксения сейчас напомнила о событиях четырехдневной давности. И ты знаешь, мне действительно кажется, как будто бы это было давно, потому что уже череда других событий сменила их за эту неделю. Очень много что происходило. Очень много было всего выложено в интернет после этого события. И наши корреспонденты собрали новости интернета в одну большую, небольшой сюжет. Но там не только касательно нашего Крыма. Там новости со всего, собственно, со всей нашей планеты собраны. Самые интересные, самые яркие сюжеты для вас, дорогие крымчане. Помощь ближнему. Человек и его пес спасли двух четвероногих пловцов из замерзшего озера. Не меньше человеческой радует отвага и рвение храброго питомца. Освобожденные из ледяных оков собаки с радостью следуют примеру своего спасителя. На берегу их ждет теплый прием. От ледяной воды к зеленой. В сеть попали кадры покраски реки Чикаго в зеленый цвет. Мероприятие связано с празднованием Дня Святого Патрика. Традиционная акция проходит с 1962 года. Идея красить реку в зеленый цвет возникла совершенно случайно. Во время использования флуоресцины для отслеживания содержания химикатов в воде. На данный момент для этого используются безвредные порошковые краски на растительной основе. Порой люди совершенно забывают о технике безопасности. Особенно, когда речь идет о том, чтобы выделиться. Яркий тому пример – сережки-зажигалки. А главное, вполне себе рабочие. Правда, оказывается, что волосы горят не хуже сигарет. Впредь стоит быть осторожнее, а главное – думать, что делаешь. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Сцена неудачного падения с лестницы теперь украшает одну из улиц в сервисе онлайн-карт. Прогуливаясь по трехмерной модели города, можно наблюдать неловкое падение героя с лестницы. Буквально шаг за шагом. Надеемся, он не ушибся. Ключом из загадочного дерева в Черногории бьет вода. Кадры удивительного явления набирают популярность сети. Местные жители объясняют – никакой фантастики здесь нет. Все дело в том, что в паре метров под деревом проходит мощный подземный источник. В особо дождливые дни вода поднимается и находит выход таким образом. Но все же, картина крайне интересная. Вопрос безопасности актуален всегда. Тем более в профессиональном спорте. Прыгун в шестом разогнался так сильно, что спортивный инвентарь не выдержал и раскололся на части. Мировой рекорд он, конечно, не побил, но зато прославился. Да и сальто получилось эффектное. Удивительные законы природы. Бутылка воды, попавшая в водоворот, привлекла внимание пользователей сети. Будто волчок, полимерные изделия крутятся вокруг своей оси, создавая увлекательное зрелище. По словам автора, она пробыла в таком состоянии весь день. И напоследок, веселое видео. Никогда не засыпайте рядом с вашими друзьями, пишет автор ролика. И не зря. Иначе ваша голова может стать весьма прочной подставкой для мебели и всяких предметов, что попались под руку. Крепости сна героя можно только позавидовать. Его не будет ни пуфик, ни дерево, ни даже кухонный комбайн на голове. Главное потом встать с той ноги. Субтитры создавал DimaTorzok Культура с Куприяновой. Каждый понедельник в 19.30. Он ушел из шоу-бизнеса и снова надел белый халат. Его призвание – лечить людей. Я вернулся. О Левине сегодня мы уже даже немножко поговорили. Ну а сейчас пришло время поговорить еще раз о наших крымских городах. Не только говорить, но смотреть и показывать, чем мы сейчас и займемся. Абсолютно верно. И прямо сейчас я уже подключился к веб-камере, которая транслирует наш славный город-собиратель, наш Симферополь. Это его центральная площадь. Ровно несколько минут назад именно оттуда вещал наш мобильный корреспондент Ксения Шарпановская. Смотрите, как там сейчас дела обстоят. Немноголюдно, одним словом. Немноголюдно, серо. Ну, в принципе, утро началось. Утро началось. Утро, не сказать, что туманное, но утро седое. Посмотрите, какая облачная навеса висит над городом. Хотя, в общем-то, она довольно рыхлая. Мы видим очаги просветления. Что означает, что, в принципе, может быть и днем сегодня выглянет солнышко и порадует нас этим мартовским днем. Ну, да, площадь, конечно же, пока немноголюда, но это лишь временно. Я думаю, что днем ситуация изменится, и намного больше людей мы там сможем наблюдать. Но, опять-таки, если вспоминать события четырехдневной давности, 30 тысяч человек там было. Сейчас даже сложно уложить это в голове, как много вместила в себя тогда площадь. А сегодня всего два человека. Вот еще одна площадь. Ты ее тоже наверняка узнаешь. Правда, картинка почему-то замерла. Ну, тоже вновь интернет, как обычно, нас может иногда подводить. Но, тем не менее, мы видим, как обстоят дела в Севастополе. Немноголюдно, как и в Симферополе, в общем-то. Но при этом погода климатически схожа. Видите, тоже облачная завеса над городом висит, полупроницаемая. Люди одеты довольно легко. Платаны еще без листвы. В общем, как везде. Ну, я вижу представители коммунальной службы, которые прямо сейчас убирают город, готовят ему, готовят, подготавливают его, конечно же, к тому, чтобы те, кто проснется чуть позже, вы пойдет на работу или на прогулку, чтобы им было приятно это делать. Ну, вот тоже один из крымских крупных городов, тоже город-герой, я вам напомню. Это Керчь, центральная площадь города Керчи. Посмотрите, тоже немноголюдно. Но в Керчь, мне кажется, немножко светлее, чем в Симферополе и Севастополе. Видимо, облака там несколько более рассеяны. И в этом, наверное, и преимущество. День будет у них более светлый и теплый. Но обратите внимание, я думаю, наши зрители обратили, что там до сих пор стоят подмостки от сцены, до сих пор ее разбирают. Видно, там была очень большая сцена. Ну, еще бы. Это город-герой, который, собственно, одним из первых принял на себя удар Крымской весны, в хорошем понимании этого слова, конечно. И именно оттуда происходило сообщение с материком. Поэтому, наверное, это действительно тот город, который заслуживает самых больших и самых ярких празднестей. Саша, ну вот я бы хотела сказать, что как хорошо, что существуют вебки, потому что они помогают не только следить за происходящим на улицах наших городов, но также и следить за пожароопасной ситуацией, которая уже началась. Об этом нам вчера тоже говорили гости наши. Но дело в том, что, как выяснилось, пожары в некоторых случаях в лесах специально устраивают. Непонятно кто, непонятно с какой целью. Но вот веб-камеры позволяют бороться с этими хулиганами. Лиса действительно требует защиты. А я хочу показать следующий город, который прямо сейчас возникнет на нашем плазменном экране. Угадай, что это. Где это? Мне кажется, это Сочи. Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории. Это город Евпатории, древняя Киркин-Изида. И, кстати говоря, это вокзальная площадь. Примечательна она, конечно, зданием вокзала, который построил все тот же архитектор Щусев, который строил и Симферопольский вокзал. Это здание, конечно, гораздо менее помпезное, чем в Симферополе. Такой камерный сталинский ампир. Но при этом оно очень уютное и тоже апеллирует своими арочными формами к южной архитектуре, что, конечно, очень соответствует нашему региону. А как ты его оцениваешь, Илья? Ты имеешь в виду что, город Евпаторию? Вокзал, здание вокзала. Ну, вокзал красивый, в этом я соглашусь. Но, если честно, вокзал в Симферополе немного красивее. Намного, но я более того скажу. Да, я просто хотела сказать о том, что я не раз была в Евпатории, очень много времени проводила периодически в своей жизни. Но вот с этого ракурса я, конечно же, Евпаторию не узнала, но как только ты сказал, назвал этот город, я увидела сразу же трамвай. Очень известные трамвайчики там ходят, и каждый раз, бывая в этом городе, стараюсь прокатиться на них. Да, Евпаторию называли городом золота из песка, потому что тамошние песчаные пляжи, конечно, составляют достояние города и вообще гордость республики. Это идеальное место для отдыха с детьми. Отдых с детьми – это маленький праздник. Посещение Евпатории, наверное, тоже в каком-то смысле можно так назвать. Ну, я думаю, любой город Крыма, который ты посещаешь, и если тебе это приносит удовольствие, это в любом случае будет праздником. Праздников на самом деле очень много. Иногда мы их делаем сами себе, а иногда есть те праздники, о которых мы не знаем. Вот как раз следующий сюжет о пока еще не очень популярном празднике, но очень интересном по своей сути. Давайте посмотрим прямо сейчас. В 2009 году в небосериальный список «Наследие человечества» ЮНЕСКО внесен новый праздник «Наврез», который сегодня отмечают в школе номер 7. Считается, что происхождение праздника древнеиранское, связанное с культом солнца. Его написание и произношение различаются. Но врус, наврус, нурус, не врус. Но суть торжества остается одна. «Наврез» на Крымск-Катарском – Новый год. Новый год, ну, «Наврез» – это первый день весны. Мы встречаем его, поздравляем всех. Перед наврузом нужно покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги. Самое главное – очиститься физически и духовно. А как вы готовились к празднику? Как мы, крымские татары, готовимся к празднику? Мы перед уходом из дома должны убраться и украсить дом. Чтобы ангелы пришли в наш дом. Все сегодня убирались? Все украшали дом? Обязательно на столе должны быть семь продуктов. Это символический дар солнцу, который, принимая этот дар, должно позаботиться о богатом урожае. А какое ваше любимое блюдо? Наше любимое блюдо – это, конечно, «Наврез» Байрама, это, конечно же, чебуреки и самса. А кто лучше всех делает чебуреки? А, конечно, мамы, мамы. На столе основные атрибуты крымско-татарской культуры – фески, джезвы, марама. Честь экспонатов девочки сделали своими руками. Вот моя личная сумочка. Так, а почему она такая маленькая? Ну, это крымско-татарская. А что там носить? Это же не крымско-татарская культуры. Ношения можно носить, да? Можно носить украшения. На фесках вышивают вот такие вот, например, узоры, или золотые цветочки, или монетки. Или золотые цветочки, или монетки. Вот монетки означают то, что как бы… Богат человек. Да, человек богат. Как это обычно и бывает, в женской компании от выставки перешли к более насущным и важным делам – танцам, свадьбе и деньгам. Он проводит свадьбу, когда танцуют. Получается, когда танцуют, кто-то даёт им в руки деньги, мужику. И он когда так танцует быстро, он какому-то, короче… Да, да, да. Деньги и передаёт своей жене. И передаёт деньги эти, танцует с ними и передаёт жене. А он жене передаёт деньги? А он тогда не передаёт. Она должна между пальцами поставить деньги и всем показывать. То есть это купюры можно туда класть? Да, да. Вообще всегда дают по 100 рублей, а иногда по 200. Во время праздника принято танцевать, читать стихи, ходить в гости. Но есть и необычные традиции. А вы знаете, что сегодня нужно подслушивать разговоры соседей, и в зависимости от того, что вы услышите, хорошо или плохо сложится ваш год и их год? А чем? Вы не знали? Это традиция. Я знала. Я сегодня услышала утром то, что наши соседи хотят утром сделать, ну, вечером сделать сладкий стол для себя. Ну, это не самое худшее, что можно было услышать у соседей. Кто-то ещё что-то слышал? Я ничего не слышала. Будете знать, на следующий год подготовитесь получше. Интересно, что о весеннем равноденстве знали ещё в 17 веке. Но только в конце февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным Днём Навруза. Ярким солнцем озарён, всюду гость желанную, счастье в жизни, вдохновление пусть подарит вам Навлезь! В древние времена Навруз праздновали 13 дней, и сейчас так долго отмечают его только в Иране. Для Крыма Навруз – это праздник весны и отличный повод встретиться с близкими. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем работать для вас специально. И у нас впереди ещё целый час путешествия в мире пространства информации. Мы работаем в прямом эфире, и для вас сегодня трудятся Александр Ткачёв и Салия Салямова. И сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24» вы можете увидеть наши светлые лица и услышать самые добрые и интересные новости, которые случились за последние сутки. Ну, кстати, вы можете увидеть и услышать об этом не только у нас в прямом эфире, но также найти и на наших сайтах, которые тоже есть в интернете. Находите, если вы там вдруг что-то пропустили, то вы можете увидеть и запись сегодняшней программы, и найти все события, все новости, которые произошли вообще за последние сутки, за последнее время на полуострове. Обо всём об этом там вам расскажут наши журналисты. Ну, а сейчас я готова рассказать об этом лично, прямо сейчас, о последних новостях, о которых мне стало известно, и я готова делиться ими вместе с вами. Спасибо, что вы всегда нас в этом поддерживаете. Исламская жемчужина полуострова на открытие соборной мечети в Симферополе Владимир Путин пригласил президента Турции. Об этом он сказал муфтию мусульман Крыма во время встречи с крымской общественностью. Пресс турецкого лидера призван стать ещё одним шагом к прорыву политической блокады республики. Тем путём, которым должны пройти высокие гости на открытии культового сооружения, шаг за шагом прошла наш корреспондент Лиля Виджат. Владимир Путин в деталях знает о строительстве крымской соборной мечети. Культовое сооружение мусульмане Крыма ждали более полувека. Приглашение на открытие уже принял президент Турции Риджеп Радаган. Что будет покрываться перед глазами всех сюда входящих? Ну, действительно, это является главным входом, это главное крыльцо, откуда все гости, приехавшие на открытие, попадут в центральный двор. Теперь в соборной мечети президентская атмосфера. Готовят площадку для приёма глав двух государств. С этого двора виден прекрасный вид на саму мечеть. Есть прекрасные высокие белые минареты, кровля свинцовая, олемы красивые. Соответственно, отсюда центральный вход в здание мечети. Центральный двор – лицо мечети. Первое, что увидят президенты – шадерван, конструкцию для омовения в виде фонтана. В самой мечети мы увидим прекрасную картину внутреннего убранства мечети, состоящую из мраморных стен, красивого шерстяного покрытия. Это будет роспись, молитвенная роспись, это будет мехраб, мимбар. То есть вся самая красивая часть мечети будет сосредоточена во внутреннем зале. Идёт благоустройство территории соборной мечети. На стройке работают около ста человек. Мы как рабочие узнали, что на открытии мечети приедут несколько президентов. Мы постараемся, чтобы все сделать красивее. Вот где мы находимся, они будут здесь ходить, смотреть. Сейчас устанавливают мраморные олемы. Всё готово к внутренней отделке. Основным символом станет жёлтый тюльпан. Арабской вязью в виде цветов воплотится на стенах имя Всевышнего из Суры, из Курана. Воссоздать образ 17 века – ювелирная работа. Чтобы возвести уникальное, самое высокое, самое большое культовое сооружение в Крыму, архитекторы соединяют несколько эпох. Внутренняя отделка, которой рабочие вот-вот приступят, она будет создана в крымско-татарском стиле. Уникальные зелёные, красные, бирюзовые, синие орнаменты окунут в неповторимый исторический стиль. Соборная мечеть занимает территорию в три гектара. Весь комплекс включает три здания. В культовом сооружении смогут собираться одновременно несколько тысяч верующих. Лилия Веджат, Ситмимед Кукчиев, Новости 24. Строительство синагоги в Севастополе будет завершено в этом году. Об этом президенту России сообщил главный раввин Севастополя Беньямин Вольф на встрече главы государства с общественностью, которая проходила в Симферополе 18 марта. Тогда же прозвучало предложение пригласить на торжественное открытие премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Как продвигается возведение культового сооружения, узнавал Юрий Авдеев и посидел на стуле, который приготовлен для израильского лидера. Строительство Севастопольской синагоги продвигается ударными темпами. Внутренние работы выполнены практически на 100%, но снаружи здание еще далеко до готовности. Это не мешает еврейской общине уже сейчас собираться там. Наша съемочная группа, войдя в синагогу, сразу же окунулась в атмосферу веселья и радости. Мы попали на праздник. Как называется? Курим. Его празднуют в честь того, что евреи спаслись от уничтожения. Получается, когда правил персидский царь Ашвирош, у него был министр Аман, который хотел убить евреев, но благодаря царице Эстер все евреи спаслись. И теперь мы празднуем Пурим в честь того, что мы все теперь живы. Теперь при упоминании имени Амана уже тысячи лет у всех евреев реакция одинаковая. Пурим – самый веселый иудейский праздник. И в 2014-м день торжества пришелся на историческую для крымчан дату – 16 марта. Таких случайностей не бывает. Еврейская община оценила это как добрый знак. В этом году строительство синагоги будет завершено. Это большой культурный центр, где не просто мы собираемся, но и воспитываем наших детей. Вспоминаем традиции еврейского народа, общаемся. Она в процессе строительства, но мы обязательно ее достроим, потому что она для нас очень имеет большое значение. Всем миром достроим, с Божьей помощью. Ну, может, даже государство поможет. Обязательно. Синагогу строят на пожертвования общины, однако ее возможности ограничены, что вызвало шутку Владимира Путина о том, что только в Крыму у евреев возможны проблемы с финансированием. На встрече главы государства с общественностью, проходившей в Симферополе 18 марта, также прозвучало предложение пригласить премьер-министра Израиля на открытие синагоги. Здесь просто был генерал, хороший, главный архитект Иерусалем, который рисовал нам все чертежи, и под него все это сделали. Скажите, когда сюда приедет Нетаньяху, где он будет находиться? Вот где место для него намоленное? Ну, смотрите, обычно сядет на переднее, это почетное место, перед ковчегом, там находится ковчег, внутри находятся свитки Тора, сами святые иудаизы, и почетные люди будут сидеть на переднюю скамейку. Визит главы правительства Израиля пока только идея, но еврейская община Севастополя готова принять высокого гостя. После встречи президента Путина с общественностью в библиотеке Франко 18 марта несколько моих коллег, на счастье, посидели на президентском стуле. Я же сейчас сижу там, где после меня будет сидеть премьер-министр Израиля Бендиамин Нетаньяху. Община решительно настроена на скорое завершение строительства. Народ крепчает в борьбе, а у еврейского народа было много испытаний. Вы не поверите, но я впервые в жизни нахожусь в синагоге. То, что я здесь увидел, не похоже ни на одну другую церковь. Вы попробуйте в какой-нибудь другой церкви станцевать, а в синагоге – пожалуйста. Юрий Авдеев, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Такая была информационная картина глазами наших журналистов. Но у нас, кстати, тоже есть стул, на нем не сидел Нетаньяху, но если в случае чего придет в гости, милости просим, готовы выступить. У нас тогда же два, на одним сижу я, и если что, диваны тоже есть, очень удобные, кстати. Кстати, исторически почти много там людей, на них сиживало, и совершенно разных, в том числе знаменитых. Ну, кстати, возможно, вдруг когда-нибудь здесь окажется Василий Лановой, ведь в скором времени он даст благотворительный концерт в Никитском ботаническом саду, и, может быть, заглянет и к нам, кто знает. Очень бы, конечно, хотелось пригласить почетного гостя. Дело все в том, что Василий Лановой – это легенда отечественного кинематографа. Я бы его назвал, наверное, самым толстовским актером, потому что он сыграл одни из заглавных ролей в двух таких классических фильмах под названием «Война и мир». Ну, это вообще легендариум, в общем-то. И Анна Каренина. Собственно говоря, много таких фильмов он сыграл, с мгновением весны. И, наверное, когда в честь него назвали один из прекраснейших сортов хоризонтем, выведенных в Никитском ботаническом саду, это того стоило. Ну, причем, конечно же, это был сюрприз. Он не знал о том, что ему готовят такой подарок – хоризонтема, названная в честь Василия Ланового. И все это будет документально подтверждено, то есть будет существовать именно такой цветок. Ну, а те, кто еще не знает и не знаком с творчеством этого великого актера, я рекомендую ознакомиться. Благо, интернет позволяет сейчас узнать самые актуальные новости. И дело все в том, что Василия Ланового действительно один из самых великих актеров. Более того, скажу, что иногда на наших подмостках тоже идут фильмы с его участием, то есть старые фильмы крутят. Это очень интересно. Ну, я бы еще хотела немножко добавить слов по поводу Никитского ботанического сада. Как известно, там в скором времени начнется бал хоризонтем, бал тюльпанов. И это стоит увидеть, стоит посетить это место. Но также какие еще места стоит посетить – об этом в нашей следующей рубрике. Сегодня в Русском драматическом театре имени Горького премьера «Рок-н-ролл на закате». Герои спектакля, уже не молодые люди, знакомятся в танцевальной студии. Кажется, что они совершенно не могут найти общий язык. Но, тем не менее, надеются еще тряхнуть стариной и станцевать вместе «Рок-н-ролл». Начало в 19.00. В этот день в Севастопольском театре имени Луначарского смотрите пьесу «Фабричная девочка». Главная героиня Женя переживает первую, но горькую любовь. Все события разворачиваются в общежитии в 50-е годы. Несмотря на это, история не теряет актуальности. Музыка и песни напомнят и вам о первой любви. Начало в 18.30. В кинотеатрах в этот день смотрите фильм «Рожденный стать королем». По сюжету обыкновенный школьник Алекс находит легендарный меч короля Артура. Теперь обладателю Эскалибура предстоит победить ведьму Моргану. На помощь мальчику придут волшебник Мерлин и его друзья. Киносеансы вы можете выбрать сами. Мультфильм «Гурвинок. Волшебная игра» особенно порадует маленьких зрителей. В центре истории жизнерадостный 10-летний мальчик. Ему никак не удается пройти последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Между попытками он активирует волшебный диск, который оживляет старые игрушки и злого кукловода. Сеансы пройдут в утренние часы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И традиционно самый дорогой бензин 98-й 56 рублей 59 копеек. Его цена не изменяется уже последние несколько недель. Ну что же, от курса стоимости дизельного топлива и других видов мы поговорим сейчас о валютах, которые тоже имеют определенную динамику. Доллар сегодня равняется 64 рублям 28 копейкам за одну единицу. Евро 72 рублям и 90 копейкам. Обе валюты за последние сутки сдали в позициях порядка 30 копеек, что, в общем-то, подтверждает последние тенденции. Как я говорил, несколько уже месяцев традиционно валюты иностранные падают, а рубль укрепляется. Ну, а мне бы хотелось продолжить тему, которая касается, особенно будет интересно водителям. И она о том, что в районе Ялты начался ремонт участка трассы. Там планируют отремонтировать более 12 километров дорог. Уже где-то примерно 2 километра верхнего покрытия сняли. Но, конечно же, из-за этого возникнут пробки. Надо будет немножко перетерпеть это время. Зато там появится очень хорошее качественное покрытие. Я напомню, что симферопольцы тоже переживали несколько месяцев ремонт дорог. Ну что ж, теперь наши дороги почти как паркет. Единственное, что, конечно, иногда с них слазит разметка. Но это уже, как говорится, дело житейское. Ну, вообще, дороги для крымчан, да и не только крымчан, наверное, вообще россиян была тема актуальной. Но в Севастополе, кстати, тоже принялись за ремонт. Правда, там мы использовали настолько необычный способ, что он даже попал в наш обзор. Об этом в следующей рубрике, ну и о других новостях Крыма. В социальных сетях бурно обсуждают это видео. Пользователи обратили внимание на оборудование, с помощью которого ремонтируют дороги в Севастополе. Лопата не простая, а высокотехнологичная, шутят в интернете. Не знаем, насколько такой способ эффективен, но надеемся, что впоследствии яму утрамбовали катком. Это кадры погони в Симферополе. Патрульная машина 4 часа преследовала лихача. Остановить его помог в случае, а вернее рынок привоз. Там новоявленный шумахер попал в тупик. Гонщик, конечно, ПДД не соблюдал и несколько раз проехал на красный цвет светофора. Оказалось, что у водителя даже не было прав. Остается загадкой, как старые «Жигули» смогли так долго продержаться. И снова авария. На этот раз дорогу в районе поселков Мирная Дубкини поделили грузовик и легковушка. Водитель легкового автомобиля решил пойти на обгон, а в итоге оказался в слепой зоне грузовика. Следующий маневр вынес машину на встречную полосу. Экспертное мнение пользователей соцсетей пришло к выводу, что всем крупно повезло. Здесь, к счастью, без ДТП. Хотя с такими дорогами развить скорость и попасть в аварию просто невозможно. В этом, видимо, лично решил убедиться автор этого видеоролика. Самые безопасные дороги находятся в старом городе Симферополя. И еще одна авария попала на видео. Из-за столкновения легковушка влетает в припаркованную у бордюра машину, а затем по инерции в стол. По поводу того, кто же виноват в ДТП, мнения в сети разделились. Да, конечно, дороги – это место опасности. И благо, что у нас есть корреспондент, который всеми своими зоркими очами следит за тем, что происходит на дорогах и вообще в Крыму, в центре нашего города. Итак, Ксения Шарпановская прямо сейчас находится в центре Симферополя и готова вещать и рассказывать о положении дел. Доброе утро, дорогие крымчане! Пятница сегодня, 22 марта. Погода, в общем-то, хорошая, что хочется об этом сказать, но об этом чуть позже я расскажу более подробно. Сейчас хочется сказать, что сегодня день Балтийского моря и Международный день таксиста. С праздником! Поздравляю всех представителей этой профессии. Ребят, без вас мы не смогли добраться в любое время суток, в любую точку назначения. Так что с праздником вас! Кстати, есть и дамы, прекрасные представительницы пола женского тоже в этой профессии. Девочки, вас особенно с праздником, потому что работа для женщин, как я считаю, это нелегкая. Всякое ведь может случиться, а вы прям молодцы. Я неоднократно лично ездила в такси с девушкой. Довольно-таки приятная была поездка. Что хочется сказать о ситуации на дорогах. Город уже проснулся, а многие спешат на работу. И сейчас те, кто выезжает уже, как раз-таки самое время, чтобы попасть на работу вовремя. Пробок еще нет. А одеваться нужно, я думаю, не сильно тепло, потому что, опять-таки, тепло относительно. Сейчас на предыдущем моем прямом включении было плюс 2 градуса. Сейчас уже плюс 3. То есть положительная такая тенденция просматривается. И к 12 часам дня обещают 7 градусов тепла. И к 15.00 уже 10 градусов. Поэтому те, кто вышел рано утром в тепло-теплой одежде, я думаю, будет довольно-таки жарко в обед. Поэтому думайте над своим гардеробом, что надеть лучше. Спасибо, Ксения. Я вам очень благодарен, потому что от вашего зоркого взгляда не утаится ни одна деталь. И благо, что вы так полноценно и так интересно рассказываете о событиях в нашей столице. Ну вот, кстати, для того, чтобы зор был четким, конечно же, за этим надо следить очень тщательно. А вот Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, что россияне все-таки стремительно теряют зрение. И буквально через 10 лет уже у каждого, у 70% населения будут проблемы с глазами. Более того, добавлю, Всемирная организация здравоохранения считает проблемы настройки резкости, они называются амитропией, неинфекционной эпидемией человечества. И через 50 лет считается, что абсолютно все, то есть 100% населения планеты, столкнется с этой проблемой. То ли близорукостью, то ли дальнозоркостью. Ну, впрочем, там еще есть стигматизмы и другие аберрации. Но следующий сюжет, который подготовили наши корреспонденты, расскажет о том, как сохранить взор на многие-многие годы. С развитием технологий мы все больше зависим от гаджетов интернета. Конечно, во многом это упрощает жизнь. Но часы перед телевизором, экраном телефона и монитором пагубно влияют на здоровье. За последнее 20-летие число россиян с плохим зрением возросло в два раза. В течение 6-8 часов мне приходится работать за компьютером. И для того, чтобы снять усталость, дискомфорт, я занимаюсь обычной, простой зарядкой для глаз. А сколько в день вы в соцсетях или за компьютером проводите? Ну, часа 4. А вот за зрением, может быть, как-то следите? Нет. У меня есть программа в телефоне, в которой можно увидеть, сколько ты находишься, где в соцсетях или еще чего-то там. То у меня здесь всего лишь выходит часа 3, максимум, не больше. Нет, очками вообще не пользуюсь. Зрение плохое, но не пользуюсь. Избыточное ультрафиолетовое излучение от компьютера – миф. А вот вред синего спектра – правда. Попадая на сетчатку, он подавляет другие оттенки, что снижает зрительные способности. Если контакта с техникой избежать мы не в силах, то можем постараться уменьшить нагрузку на глаза. В эти очки установлена линза-антистресс, обладающая фильтром Blue Blocker. Они справляются с избыточной яркостью, бликами и мерцанием. Картинка становится более контрастной. В принципе, их можно использовать и как имиджевые. Тогда они защитят вас еще и от ультрафиолета. А право вы можете выбрать самостоятельно, в любой оптике. И специалисты помогут вставить нужные линзы. Средняя цена от полутора до трех тысяч рублей. Как и молодежь, так и работники офисов, пожилые люди, кто много проводит времени за компьютером – это их выбор. Есть готовое решение по таким очкам. Готовое решение – это всегда бюджетней. Но такие же очки можно изготовить в любом салоне оптики под заказ. Для тех, у кого есть проблемы, нужны корректирующие очки. Эти предназначены для людей с хорошим зрением. Их цель – защита от негативного воздействия. Самостоятельно подбирать очки или контактные линзы категорически запрещено. Нужно прийти к врачу-офтальмологу. Тут вам проведут полную диагностику и скажут, что для вас предпочтительнее. Современная медицина прогрессирует с каждым днем. Практически любое заболевание можно распознать и вылечить на начальной стадии. Главное – вовремя обратиться. В арсенале у крымских врачей новые методы лечения и дорогостоящее оборудование. Проводится огромное количество исследований, которые в каждом случае дополняют информацию о данной патологии индивидуально у каждого пациента. И благодаря таким методам лечения, конечно, мы получаем высокое качество, хорошие результаты. Приборов, способных улучшить качество зрения, десятки, а то и сотни. Но беречь здоровье глаз нужно с детства. По возможности старайтесь проводить меньше времени перед экраном. Отдыхайте, делайте гимнастику. Еще есть такие методы, как немножечко уменьшить освещенность экрана компьютера. Надо компьютер выдерживать на четком расстоянии, где-то сантиметров 35-40 от глаз, для того, чтобы это не было нагрузочно, сидеть ровно, свободно и не сутулясь. Это тоже очень важные факторы. Не забывайте и о профилактике. Пища, богатая цинком, селеном и жирными кислотами, обеспечит вам здоровье на долгие годы. Добавьте в свой рацион морепродукты, рыбу, больше овощей и фруктов, салаты со свежей зеленью. Татьяна Балыкина, Олег Бойко. Утро нового дня. Ну что же, ясно одно, что для того, чтобы стать лидером России и добиться в жизни успеха, острый взор, конечно же, очень пригодится. Ну я думаю, что для этого нужно не только хорошее зрение, а нужны лидерские качества. Об этом мы сегодня и будем говорить. Нашим гостям, которые уже в студии. Итак, у нас сегодня в гостях Эмиль Сильверович Зиядинов, победитель конкурса «Лидеры России». Что это за конкурс? Я думаю, мы сейчас ее узнаем. Доброе утро, Эмиль Сильверович. Доброе утро. Так, ну что ж, мы вас поздравляем с победой. Спасибо. Я думаю, что она заслуженная. Расскажите, сколько было участников, было ли напряженное соревнование? И вообще, расскажите, что же это за конкурс такой, с таким пафосным названием? Это конкурс по инициативе президента. Организовывается уже второй раз. Первый раз он был в прошлом году. В этом году было очень много участников. 227 тысяч заявок по всей России. Поэтому конкуренция была очень высокая. Конкурс управленцев. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, нужно было иметь управленческий стаж не менее пяти лет. А для участников до 35 лет не менее двух лет. Чуть попроще. На конкурсе проверялись очень многие знания, навыки. Например, какие? Ну, первое, конечно, это общие знания России, общие знания. Проверялись весь спектр проверялся интеллектуальных знаний. То есть там были и управленческие навыки проверялись, и разные кейсы. Первый этап был в виде компьютерного теста. Поэтому для начала... Как в школе, как в ЮГЭ. Они было очень мало на каждое задание. Некоторые задания прям было очень сложно даже прочитать, не то что там обдумать. Поэтому специально было устроено так, что надо было следить за временем очень четко, очень тщательно надо было обдумывать и быстро принимать решения. Скажите, вам попадались вопросы по географии? Какие, если? Конкретно не могу раскрывать. Ну, сейчас кусочек этих тестов выложили уже на сайт «Россия – страна возможностей». В принципе, там были географические тесты, очень сложные, потому что надо было расположить, например, от севера к югу горные вершины, или от востока к западу реки, или расположить города, например, по количеству жителей населяющих, или там, допустим, от юга к северу опять. То есть там были разнообразные. Как в конкурсах красоты, не задавали ли вам вопросы, например, на что вы потратите миллион, где конкурсантки рассказывают, я буду волонтером и буду обязательно помогать всем животным мира? Этот вопрос не задавали, но этот вопрос сейчас у всех победителей в голове, потому что мы действительно выиграли миллион, но этот миллион на образовательные цели, и сейчас перед нами стоит задача выбрать образовательное учреждение, в котором мы его потратим. Поэтому каждому свое, каждый выбирает то, что вы выбрали. А у вас какие планы? Я еще не выбрал, ну, выбираю между несколькими позициями. Оксфорд, Гарвард. Нет, там только российские образовательные учреждения с российской аккредитацией, поэтому там есть западные программы, которые ведутся и на английском языке, и с выездными модулями, и в Сингапур, и там очень много разных, и в Финляндии, там разные есть программы, но надо выбирать. Это не так просто, поэтому тяжело. Специфику вы уже определили для себя? Да, я думаю, это будет все-таки какое-то очередное повышение образования или переподготовка по госслужбе, по государственному управлению. А кто вы по образованию? Я инженер-механик, это мое первое образование, но потом у меня было и экономическое, и госуправление. Вы оказались в управленческих структурах. Как это произошло? Ну, я закончил автомобильно-дорожный университет, и когда я подошел к этому моменту, я, в принципе, выбрал Министерство транспорта, где я сейчас работаю. Ну, в общем-то, логично, на мой взгляд. А скажите, пожалуйста, много крымчан участвовало в конкурсе? Крымчан, сколько участвовало, я точно вам не могу сказать, наверное, несколько сотен, но в полуфинал, когда мы поехали в Ростов, вышло 25 человек. Там было контрольное тестирование, некоторые не приехали, некоторым не удалось пройти контрольное тестирование. Вышло в полуфинал уже именно на очные этапы конкурса 18 человек, а уже в финал попало четверо. В финале победили мы двое. Я и еще один парень из Евпатории. Из Евпатории, то есть крымчане все-таки? Ну, он сейчас живет в Екатеринбурге. Порни крымские. Мне интересно, что будет после победы. Ведь, наверное, дополнительное образование – это не конечная цель. Что-то еще? У нас будет еще наставник. То есть одним из таких главных бонусов конкурса – это получение наставника. Наставник – это человек из топ-менеджмента либо государственных корпораций, либо государственного управления, либо это высокопоставленный чиновник. То есть каждый выбирает своих предпочитаемых наставников. И потом, вот сейчас у нас пошел тот этап, когда наставники понимают, кто выбрал их, и в свою очередь выбирают нас, с кем они будут общаться этот год. Наставничество заключается в том, что предполагаемый наставник со своим наставляемым будет иметь какие-то контакты, может поручить ему какой-то проект, может будет следить, как-то помогать ему, передавать свой опыт в сфере своей работы. Либо там очень много вариантов. Но самое главное – перенять частичку опыта топ-менеджера. Да, у нас некоторые ребята, которые из бизнеса, выбрали глав госкорпораций или глав крупных компаний. Это там неоценимый опыт, понятно. А кого выбрали вы? Я выбрал… Ну, как кого? Наверное, главу Крыма Сергея Аксенова. Его, к сожалению, не было. Я бы с удовольствием выбрал, но его не было. Я выбрал в транспортном блоке несколько человек. Сейчас посмотрим, кто отзовется, кто выберет меня в свою очередь. Поэтому это еще немножко надо подождать. У нас, к сожалению, осталось меньше минуты. Два слова на путь. Как стать лидером, чтобы крымчане знали рецепт? Главное – поставить себе цель и не бояться. Там все по-честному. Надо ответственно подойти к этому и спокойно. Любой может пройти. Я показал своим примером, что каждый, если поставит цель, то он может достигнуть ее. Поэтому это не так сложно. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях Зиединов Эмиль победитель конкурса «Лидеры России». И своими добрыми словами, я надеюсь, он напутствовал вас, крымчане. Ну, а мы двигаемся далее. И следующее у нас новости из интернета, где наши журналисты собрали самые интересные видеофакты, запечатленные в сети. Об этом прямо сейчас. Помощь ближнему. Человек и его пес спасли двух четверногих пловцов из замерзшего озера. Не меньше человеческой радует отвага и рвение храброго питомца. Освобожденные из ледяных оков собаки с радостью следуют примеру своего спасителя. На берегу их ждет теплый прием. От ледяной воды к зеленой. В сеть попали кадры покраски реки Чикаго в зеленый цвет. Мероприятие связано с празднованием Дня Святого Патрика. Традиционная акция проходит с 1962 года. Идея красить реку в зеленый цвет возникла совершенно случайно. Во время использования флуоресцины для отслеживания содержания химикатов в воде. На данный момент для этого используются безвредные порошковые краски на растительной основе. Порой люди совершенно забывают о технике безопасности. Особенно, когда речь идет о том, чтобы выделиться. Яркий тому пример – сережки-зажигалки. А главное, вполне себе рабочие. Правда, оказывается, что волосы горят не хуже сигарет. Впредь стоит быть осторожнее, а главное – думать, что делаешь. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Сцена неудачного падения с лестницы теперь украшает одну из улиц в сервисе онлайн-карт. Прогуливаясь по трехмерной модели города, можно наблюдать неловкое падение героя с лестницы. Буквально шаг за шагом. Надеемся, он не ушибся. Ключом из загадочного дерева в Черногории бьет вода. Кадры удивительного явления набирают популярность сети, местные жители объясняют – никакой фантастики здесь нет. Все дело в том, что в паре метров под деревом проходит мощный подземный источник. В особо дождливые дни вода поднимается и находит выход таким образом. Но все же, картина крайне интересная. Вопрос безопасности актуален всегда. Тем более в профессиональном спорте. Прыгун в шестом разогнался так сильно, что спортивный инвентарь не выдержал и раскололся на части. Мировой рекорд он, конечно, не побил, но зато прославился. Да и сальто получилось эффектное. Удивительные законы природы. Бутылка воды, попавшая в водоворот, привлекла внимание пользователей сети. Будто волчок, полимерные изделия крутятся вокруг своей оси, создавая увлекательное зрелище. По словам автора, она пробыла в таком состоянии весь день. И напоследок веселое видео. Никогда не засыпайте рядом с вашими друзьями, пишет автор ролика. И не зря. Иначе ваша голова может стать весьма прочной подставкой для мебели и всяких предметов, что попались под руку. Крепости сна героя можно только позавидовать. Его не будет ни пуфик, ни дерево, ни даже кухонный комбайн на голове. Главное потом встать с той ноги. Встать с той ноги и иметь крепкую голову, это, конечно, очень важно. Но мне понравилась, например, новость, посвященная дереву, из которого бьет ключ. Мне напомнила эту историю, которая рассказывает про реальное дерево, один из самых старых платанов в мире. Платаны, я знаю, что многие крымчане хорошо с этим деревом знакомы, потому что все наши города усажены этим прекрасным деревом. Так вот, тамошнему платану азербайджанскому почти тысяча лет. И это дерево живет в тандеме с ключом. Прямо из-под корней исполинского ствола бьет живой ключ. И, возможно, их жизни взаимосвязаны, потому что дерево своей кроны создает глубокую тень и не позволяет иссохнуть ключу. А, соответственно, ключ питает корни, и дерево живет такую долгую жизнь и наверняка проживет еще столько же. Какое взаимодействие в природе происходит! Очень интересно оно. Абсолютно так. И, конечно, климат в этом играет тоже очень важное значение. Ну, о курьезах сегодняшней погоды в следующем нашем сюжете. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Саша, ну вот все еще обсуждая предыдущий видеоролик, который касался новостей интернета, мне, конечно же, запал в душ вот этот молодой человек, который обладает крепким сном. Я ему в этом плане очень сильно завидую. Было бы хорошо, если бы мы взяли у него когда-нибудь интервью, и он поделился своими секретами, как ему удается так крепко спать, что даже кухонный комбайн на голове его не разбудит. Я совершенно этому не удивлен, потому что я помню свои молодые года. И я абсолютно так же спал на лекциях во время, чем мне удавалось, как, не знаю, это получалось. Я одновременно спал и писал. И эти лекции, конечно, потом было сложно дискрибировать, но я, тем не менее, что-то мог прочитать. Это удивительно, сквозь сон записывать рассказ лектора. Ну, а ты знаешь, что врачи в основном говорят, что ситуация наоборот происходит. У нас многие люди страдают от бессонницы. И это связано с тем, что мы много времени проводим в интернете с вот такими гаджетами. И перед сном сидим, что-то читаем, что-то там находим. И это очень сильно влияет на глаза. Вот это вот нахождение. Вот именно перед сном мы находимся в напряжении. И желательно, если вы хотите лечь, то, конечно же, за два часа до этого отложить гаджеты от себя. Но гаджеты очень удобные. Сегодня они заменяют абсолютно все. Там есть все необходимое. Я хочу сказать, вспомнить, раз уж мы заговорили о времени, вспомнить прекрасный роман «Унесенные ветром». И в усадьбе 12 дубов стоял каменный фонтан с часами солнечными, на которых было написано «Не теряйте ни минуты, потому что из минут состоит наша жизнь». Очень красиво сказано. Меня поражает твоя хорошая память. Вот еще один человек, которому я завидую. У него хорошая память, в отличие от меня, потому что запоминать такие детали, это очень интересно. Там действительно много деталей, есть чему поучиться. Это очень интересный роман. Особенно для таких женщин в ярко-красном. Спасибо большое. Ну, я не с Карли Тухара, конечно же, но тоже, как она, люблю принимать комплименты. Да. И всегда думать о том, что об этом можно, о плохом можно подумать завтра. Но, повторюсь, давайте не будем отвлекаться далеко от темы, потому что мы говорили о времени и о часах. Кстати, вот мне интересно, в то время были часы? Конечно. Конечно были. Вот предлагаем историю часов сейчас и узнать в нашем следующем материале. Почти 46 лет назад Семен Наумович Лурье начал работать на заводе учеником часового мастера. Не раз был в Швейцарии, родине самых точных часов, на курсах повышения квалификации. Любые часы, будем говорить, что механические, что кварцевые, периодически надо обслуживать. Значит, обслуживание где-то от двух до пяти лет. Вот, в этом промежутке. Потому что все равно происходит высыхание масла, вырабатываются оси колес и так далее. Эта машина служит для так называемой промывки часов. Раньше это делали в бензине, теперь в дистиллированной воде. А это механизм для автоподзавода. Мастер предупреждает, ни в коем случае не разбирайте часы в домашних условиях. Вы все равно не сможете герметично собрать механизм. Это прибор для проверки кварцевых часов. Здесь показывает три параметра. Ток потребления механизма, можно проверить элемент питания и замер сопротивления катушки. Данный прибор, он для проверки механических часов. Проверяет точность хода, амплитуду часов показывает. Проверяет точность хода и погрешность самого маятника, баланса. Есть здесь и мойка для корпусов, и полировочная машина. Очень красивые часы. А скажите, какие сейчас пользуются спросом вообще у населения? Сейчас модны часы спортивного стиля, а также серия спорт-классика, газуальный формат. Аксессуар или нет, за каждой моделью нужен уход. Поражает, сколько всего необходимо для поддержания хода наручных часов. Но куда сложнее обслуживать большие механизмы на городских зданиях. В Симферополе несколько больших часов. Например, вот эти находятся на крыше одного из торговых центров города и имеют электронный механизм. А вот эти часы на Симферопольском вокзале стали символом крымской весны. Первые в мире настенные часы появились в начале 15 века и имели только часовую стрелку. Минутная появилась уже в 17-м, а первой обладательницей наручных стала венгерская графиня в 1868 году. Сегодня прилавки магазинов заполнены различными моделями на любой вкус. У мужчин они подчеркивают социальный статус, а женщинам служат украшением. Правда, носят их не все. Наручные часы не носят, на телефоне все есть. Поэтому намного удобнее. А в основном в машине. Вообще я не ношу часы, это неудобно. Я ношу часы наручные, электронные. Мы уже приобрели? Да, приобрели, укорачиваем ремешок. Это был подарок. Делить сутки на 24 равные части придумали еще в Вавилоне и Египте. В наше время заветные цифры, часы, минуты и секунды, демонстрируют любой настольный компьютер, ноутбук или нетбук. А часы нередко носят просто, чтобы подчеркнуть свой стиль. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Общаемся с ними, они тоже любят это общение. В России любят не краснодарскую, а крымскую. Смотрите на телеканале «Первый Крымский» в субботу в 8.30 проект «Деревенское счастье». Клуб «Шико» – настоящий друг и советник для всех, кто не представляет свою жизнь без животных. Каждую субботу в утреннем эфире на «Первом Крымском». Как вовремя подключили анонс к клубу «Шико»? Потому что мы как раз хотели поговорить о животных, собственно. Салия, как ты думаешь, знают ли кошки свое имя? Кошки свое имя? Ну, мне кажется, знают, потому что моя кошка, она откликается. Хотя, если ее позвать как-то по-другому, главное позвать и намекнуть, что ты хочешь ее покормить, она сразу к тебе повернется, сразу тебя заметит. А вот если ты ей не интересен, то как бы ты ни звал, она, конечно же, совершенно даже не пошевельнет лапкой. Ну, это особенность кошек. А на самом деле, к сожалению, как выяснили ученые, кошки свое имя не знают и не понимают. И реагируют они только на голос. Это совершенно не говорит о том, что кошки глупые животные. Кошки умеют считать. Они имеют свою даже некоторую лингвистическую такую связующую. То есть вот мяуканье – это, собственно, разговор с человеком, который они специально для человека и издают. Между собой они общаются в основном запахами. Так что кошки не глупые, но имя свое они не знают. Ну, вот я бы хотела рассказать по поводу собак, что собаки, ну, в принципе, наверное, точно так же ведут себя, как кошки и обладают такими же знаниями. Хотя ученые провели свои опыты и исследования и выяснили, что взрослая собака обладает интеллектом трехлетнего ребенка. То есть она знает такое же количество слов, как знает ребенок в этом возрасте. В среднем она умеет выполнять команды, она запоминает эти команды. И вот даже порой, как бы, делали опыты, где надо было собаке что-то почитать, принести определенную игрушку, она все это выполняла. Как это объяснить, не знала. Забавнее всего, что собаки даже читать умеют. Конечно, самым элементарным образом у них небольшой словарный запас, но, тем не менее, они это умеют. Собаки, конечно, умнейшие существа, но, к сожалению, семантика слов им тоже недоступна, но это тема другого разговора. Но мы предлагаем вам, дорогие друзья, посмотреть следующий сюжет, где собака, друг, прекрасный, солнечный, пес ищет хозяев. Быть может, кто-то из вас откликнется на его ласковый взгляд. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните, пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. Действительно прекрасная собака. Как сегодня Салия уже сказала, слава богу, благодаря нашей рубрике, некоторые собаки, а их не так и мало, уже нашли свой дом. И повторюсь, кто-то из вас, дорогие крымчане, наверняка захочет взять солнечного пса к себе. Он действительно золотистый, как солнечный день. Ну, вот самое главное, чтобы вы не обращали внимания на породу. Да, мы видим, что это дворняга, но тем не менее, они тоже бывают очень преданными, а порой даже умнее породистых. И вот, ну не знаю, мне кажется, об этом многие истории доказывают это. Абсолютно верно. Но я предлагаю двинуться дальше, и сейчас мы поговорим с вами, дорогие друзья, о пробках, потому что эта тема заботит очень многих крымчан. И для этого я беру планшет и с высоты птичьего полета показываю вам, крымчане, наш славный Симферополь. Что же мы видим перед собой? А видим мы перед собой то, что, как и традиционно, в этот час пик, центр города имеет определенную затрудненность движения. Я приближаюсь, и мы видим, что на проспекте Победы в районе площади имени Куйбышева произошла авария. Значок этот означает аварию. И это очень сковывает движение. Мы видим, что по направлению кольцу все улицы окрашены в красный цвет, и движение там фактически стоит. Это традиционно в это время, потому что, как мы понимаем, все спешат на работу и опаздывают. Давайте двинемся дальше. Проспект Кирова между двумя центральными площадями, площадью Советская и Куйбышева, свободен. Там можно проехать без затруднения. Что же касается площади Советской, подъезды к ней, как и всегда, затруднены в движении. Это касается, в первую очередь, улицы Ленина. Улица Караимская является тоже важной транспортной артерией нашего города. Там движение, в общем-то, свободно, и это радует. Давайте посмотрим остальные улицы. Севастопольская, например, важнейшая трасса в Симферополе. Только небольшой участок между улицей Ульянова и парком Шевченко имеет затрудненность в движении по направлению к центру. Вся остальная часть города, в принципе, свободна. То есть, если вы спешите на работу, я думаю, что у вас не составит затруднение попасть туда вовремя, потому что в целом центр свободен. Ну а если вы все-таки спешите и боитесь пробок, то можете объехать по периферии. Еще одно небольшое затруднение, вот только обратил внимание, находится традиционно на площади Московской. И улица Гагарина по направлению к кольцу плотно застроена машинами, заставлена. Давайте обратимся к другим городам. В частности, самый большой город в Крыму – это Севастополь. Движение в нем, как мы видим, тоже в центре затруднено. Мы видим, что на улице Руднево есть пробки, и есть затруднение в районе стыковок улиц Крусталева и Гоголя. Эти места традиционно сложны, потому что перекрестки этих улиц всегда очень сосредоточенное движение имеют. Такова обстановка на дорогах. Она кого-то порадует, кого-то нет, но, к сожалению, ничего с этим не сделать. Все спешат на работу и, надеюсь, попадут туда вовремя. Ну а для тех, кто спешит на работу и часто пользуется троллейбусом номер 9, я бы хотела сообщить такую очень важную новость, что он временно изменил свой маршрут. Теперь он будет направляться и доезжать только до Гресса. Не доезжая до конечной 5 остановок, это связано с поломкой на тяговой подстанции. Но обычно он следует от городской больницы номер 7 до аэропорта Симферополь. И его расстояние составляет более 19 километров. Но потерпеть это неудобство придется всего два дня. Ну что же, прямо сейчас на улицах Симферополя находится наш мобильный корреспондент Ксения Шрапановская. И она уже готова вещать из центральных улиц. Доброе утро, снова Симферополь. По-прежнему пятница, 22 марта. Что касается пробок, хочется сказать. Я сейчас стою напротив кинотеатра Симферополь возле кольца. И мы видим, что движение не очень затруднено, но движется относительно медленно. То есть затор образуется возле кольца. Что касается погоды, я говорила, сейчас уже плюс 3 градуса. В своем первом прямом включении было плюс 2. То есть температура воздуха повышается. К обеду будет плюс 7. И к 15.00 уже плюс 10. Влажность нормальная, оптимальная. То есть не повышенная. И еще за счет того, что ветер отсутствует практически, еще такая теплая погода относительно. Ну а год назад в это время был минус 3. То есть мороз и довольно-таки холодно была повышенная влажность. И люди мерзли. И я помню это время, помню весну прошлого года. Было довольно-таки холодно. Ну что ж, я надеюсь, у всех хорошее настроение. Впереди выходные. Желаю отличных выходных, отличного дня. И студия передаю вам слово. Спасибо большое. Ну впереди не только выходные, впереди еще и шестидневное празднование Навреза, который начался вчера. Этот праздник по-разному называют. А вот его история, о том, как его отмечать, об этом расскажет наш корреспондент Алиса Троян. В следующем сюжете. В 2009 году в небосериальный список наследия человечества ЮНЕСКО внесен новый праздник Наврез, который сегодня отмечают в школе номер 7. Считается, что происхождение праздника древнеиранское, связанное с культом солнца. Его написание и произношение различаются. Но врус, наврус, нурус, не врус. Но суть торжества остается одна. Наврез на Крымск-Катарском Новый год. Новый год, ну, Наврез, это первый день весны. Мы встречаем его, поздравляем всех. Перед Наврузом нужно покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги. Самое главное – очиститься физически и духовно. А как вы готовились к празднику? Как мы, крымские татары, готовимся к празднику? Мы перед уходом из дома должны убраться и украсить дом, чтобы ангелы пришли в наш дом. Все сегодня убирались? Все украшали дом? Обязательно на столе должны быть семь продуктов. Это символический дар солнцу, которое, принимая этот дар, должно позаботиться о богатом урожае. А какое ваше любимое блюдо? Наше любимое блюдо, это, конечно, на Наврез Байрам, это, конечно же, чебуреки и самса. А кто лучше всех делает чебуреки? Конечно, мамы. На столе основные атрибуты крымско-татарской культуры – фиески, джезвы, марама. Часть экспонатов девочки сделали своими руками. Вот моя личная сумочка. Так, а почему она такая маленькая? Ну, это кармск-татарская. А что там носить нужно? Там можно носить. Украшения можно носить, да? Можно носить украшения. Украшения? Как это обычно и бывает, в женской компании от выставки перешли к более насущным и важным делам – танцам, свадьбе и деньгам. Пробудут свадьбу, когда танцуют. Получается, когда танцуют, кто-то даёт им в руки деньги, мужику. И он, когда так танцует быстро, он к какому-то, короче, ой, да, 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 да. Деньги, деньги. Свадьба для того и нужна. И передаёт своей жене. Да. И на все дети танцуют с ними и передаёт жене. А он жене передаёт деньги? А он тогда не передаёт. Она должна между пальцами поставить деньги и всем показывать. То есть это купюры можно туда класть? Вообще всегда дают по 100 рублей, а иногда по 200. Во время праздника принято танцевать, читать стихи, ходить в гости, но есть и необычные традиции. А вы знаете, что сегодня нужно подслушивать разговоры соседей, и в зависимости от того, что вы услышите, хорошо или плохо сложится ваш год и их год? А чем? Вы не знали? Это традиция. Я знала. Я сегодня услышала утром то, что наши соседи ходят утром сделать, ну, вечером сделать сладкий стол для себя. Ну, это не самое худшее, что можно было услышать у соседей. Кто-то ещё что-то слышал? Я ничего не слышала. Будете знать, на следующий год подготовитесь получше. Интересно, что о весеннем равноденстве знали ещё в 17 веке, но только в конце февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным Днём Навруза. Ярким солнцем озарён, всюду гость желанную. Счастья в жизни, вдохновления пусть подарит вам Навресь! В древние времена Навруз праздновали 13 дней, и сейчас так долго отмечают его только в Иране. Для Крыма Навруз – это праздник весны и отличный повод встретиться с близкими. Спасибо, Алисе, за прекрасный сюжет. Но прямо сейчас наши коллеги из новостейной студии готовы с нами связаться. Доброе утро, Сергей! Саша, Саля, доброе утро! Сегодня мы говорили о зрении, о том, что Всемирная Организация Здравоохранения бьёт тревогу. Россияне стремительно теряют зрение. Что касается вас, вы много проводите времени в интернете и вообще за компьютером? Знаете, мои глаза, наверное, уже просто эквилибристы от того количества информации, которое приходится рассматривать в интернет при подготовке выпусков моих программ и новостей тоже. И зарядка, я думаю, безусловно, нужна, чтобы мои глаза не сошли с дистанцией раньше времени. Ну, как и всем, зарядка – это залог здоровья. Сергей, что у вас на повестке дня сегодня? Сегодня мы расскажем о самых главных и интересных новостях. Почему в центре Симферополя люди до сих пор живут без газа? Вы узнаете, когда завершится реставрация визитной карточки Феодосии, дачи Стамболи. А также мои коллеги отправились на чемпионат по стрельбе среди росгвардейцев и обещают привезти оттуда лучшие кадры. И это далеко не всё. Смотрите наши информационные выпуски в течение дня, чтобы оставаться в курсе всех событий. Не переключайтесь, будет интересно. Спасибо большое. Сергей, хорошего вам эфира, но мы свой эфир, к сожалению, уже заканчиваем. Да. Но надеемся, что мы сумели для вас создать хорошее настроение. И, конечно же, этот день у вас теперь пройдёт под знаком «Отлично». Впереди выходные, и мы желаем, чтобы эти выходные прошли здорово, светло и ярко. Ну, а также мы вам желаем, чтобы всё у вас в жизни складывалось хорошо. Хорошо, но для этого смотрите «Утро нового дня» уже в понедельник. До новых встреч, друзья! Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok